Давай, Евгения, ты сможешь. Потенциал нашей автономии. Нет, не смогла. Так же, как и не сумела выполнить свои предвыборные обещания. Гагаузия станет краем мечты. Это краткий пересказ намерений Башкана Гагаузии Евгении Гуцу. Подводить итоги первого года Гуцулу власти проще простого. Сказка не стала явью. Самая дорогая предвыборная кампания предвещала большие изменения, но мимо. Что Гуцул обещала и что выполнила? Почему Башкан говорит об отсоединении Гагаузии от Молдовы? Без пояснительной бригады тут не разберешься. Но я постараюсь разложить все по полочкам. Меня зовут Вида Недова, вы смотрите «Разбор Watchdog». Гагаузия станет краем мечты. Обещать у Гуцул получается хорошо, делать, увы, нет. Башкан отчитывалась о годе проделанной работы на фоне нерабочего парка развлечений Гагаузия Лэнд. Он был в списке предвыборных обещаний. Плитка, деревья и зеленый лабиринт. Фурор, согласитесь. Гуцул обещала открыть Гагаузия Лэнд 1 июня прошлого года, но не смогла. Даты пришлось сместить из-за препятствий, которые чинили строителям центральные власти. Эта отмазка применима ко многим невыполненным обещаниям Евгении Гуцул. Но давайте по порядку. Башкан уверяла, выберите меня, и я обеспечу единовременную выплату в 1000 евро при рождении ребенка. Пособий нет. Чиновников спрашивают, где деньги? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Вот сегодня мы становимся свидетелями лжи, когда данные обещания не исполняются. И сегодня начинают потихонечку все социальные программы сворачивать. А обещали разворачивать. Вот, послушайте первоисточник. Всем пенсионерам в Гагаузии будут оплачены, компенсированы 50%. То есть это половина от суммы счетов за электричество, тепло и газ за зимние месяцы. Компенсации нет. Может, позже будет, но пока нет. Пенсионерам более-менее какие-то надбавки делали, что-то давали. Сейчас вообще ничего не дается. Дешевый газ. Каждый раз, как в первый раз. Это воистину профильная тема Шора, ну и, как следствие, Евгений Гуцу. Гагаузам обещали газ по 12 леев, по 10, а потом и вовсе по 6 леев. Но это только слова. Все сроки по поставкам дешевого газа были сорваны. Что оставалось делать тандему Шор Гуцу? Обвинить в своих неудачах центральную власть и перепродать устаревший инфопродукт. Я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получить газ напрямую от Газпрома по сниженному тарифу. Хочу, чтобы был газ дешевле. Хочу. Он не стал дешевле? Нет. Переходим к следующему обещанию. Мы намерены инвестировать 500 миллионов евро в ваш комфорт, безопасность и здоровье. Минуточку, что-то тут не сходится. В предвыборной компании Шор раздавал обещание вместо Гуцу. Но не будем его в этом винить. Он предупреждал. Голосуя за кандидата от партии Шор Евгению Гуцу, вы выбираете фактически башканом и персонально меня. Впрочем, вернемся к математике. Делим мифические 500 миллионов евро на 4 года и получаем результат. За первый год в Гагаузию должны были быть инвестированы 125 миллионов евро. Илон Миронович, где деньги? Экономике, автономии не только не стало лучше, ей стало хуже. Бюджет просел по налогу на прибыль, а традиционные инвесторы, Турция и ЕС, не торопятся иметь дело с Гуцу. Те экономические агенты, которые ушли из Гагузии, они ушли из-за непорядочного отношения властей Гагузии к их проблемам, они не вернутся. Местные их приспешники, которые представляют здесь партию Шора, оказались ворами больше, чем сам Шор. Я боюсь, что мы выйдем на 50%. Вот 50% собственных доходов мы потеряем. Вот к чему привело бездарное правление Шора. Еще Гуцул обещала открыть 7 тысяч новых рабочих мест. Я знаю, что они созданы не были, и много наших экономических агентов именно в этом году. Получается, что в период ее правления покинули территорию Гагузии. Вот в данный момент ищу работу здесь в Волоконечном, и я, и мои знакомые, у нас не получается найти работу. Держитесь крепче, переходим к области фантастики. Гуцул обещала, что как только она станет башканом, в Гагаузии начнется строительство аэропорта, который станет хабом между Востоком и Западом. Посмотрите, какое красочное видео. Нетфликс не надо включать. Впрочем, кроме мультиков, пока что показать нечего. Как аэропорт, сказка, поверьте мне, как специалист. Никогда я не буду в Гагузии, перестаньте не морочить голову, прекратите, начинайте работать. Кто в этом разбирается, тут же аэропорт, те же эти заводы, ну давайте более конкретными вещами заниматься, а не космодромами. Тему с аэропортом замяли, а башкан в очередной раз перевела стрелки на Кишинев. Тысяча леев, надбавки к пенсии, еще одно обещание Гуцул. По идее, пенсионеры должны были получать эти деньги с осени прошлого года. Башкан уверяла, деньги для выплат есть, просто счетом не дают воспользоваться. Ну как, уже догадались? Проблема не в том, что это грязные деньги без указанного источника финансирования, а в том, что Кишинев прессует команду Шора Робин Гуда. Плохо, плохо, что обещали, ничего не дали. Что именно обещала? Ну вот 50 евро обещался, нету, по 200, 2000 леев что ли, а тратить тоже нету. Раз с 1000 леев не получилось, пообещали 2000. Со слов Гуцул, уже третий месяц пенсионеры и бюджетники Гагаузии стали удаленно открывать счета в Российском банке и получать выплаты по платежной системе МИР. Проверить, сколько человек эти деньги получили, невозможно. Откуда средства, тоже непонятно. Гуцул заявляет, что бенефициаров уже 30 тысяч человек. Все обман, обман, обман. Больше ничего. Обещали, что пенсионерам дадут по 2000. Я с апреля месяца не получила ни одно. Не получила, что они там делают. Хочу прямо Шору позвонить. Штамповать байки у Евгении Гуцул получается лучше, чем говорить на публике. А ведь это важно для чиновника такого ранга. Даже огромные деньги Шора, судя по всему, не сделали из ноунейм Гуцул настоящего политика. Ее публичные выступления – особый жанр. Наслаждайтесь. Туристический потенциал нашей автономии мы провели на высоком уровне. Как-то оправдать свое, так скажем, да, свое бездействие. Неимоверное давление на гагаузскую автономию. Оплачивать налоги. Мы добились отмены этих дискриминационных поправок. Было, были привлечены, были, также у нас очень важно, то, что мы смогли, приостановлено, она была лицензия. И хочу отметить, что... Свою профнепригодность команда Гуцул пытается прикрыть так называемой дискриминацией гагаузов со стороны центральных властей. Связь Башкана с осужденным на 15 лет олигархом Шором и уголовные дела против нее – повод не звать Гуцул на заседание правительства. Ну, по крайней мере, до окончательного решения суда. Но основные свои обещания, наверное, в 95% не были абсолютно исполнены. Руководство нашего региона абсолютно в глазах наших партнеров турецких и множества других партнеров просто опустили уровень нашей автономии до невозможности. Это позор для нашей нации. Институциональный диалог с зарубежными партнерами тоже хромает. Гагаузия оказалась в дипломатической изоляции, что привело к сокращению внешних инвестиций. Что-то мне подсказывает, что причиной тому Евгения Гуцул. На ее инаугурацию год назад впервые в истории не пришел ни один аккредитованный дипломат. Для меня лично в день инаугурации, на моей инаугурации, показало, что мы где-то совершаем ошибку. Потому что показало, что ни одно государство не поддерживает этот путь. ЕС и Турция – главные доноры автономии, но Гуцул смотрит в сторону России. Мы провели плодотворные встречи с руководством Чувашии, Свердловской, Астраханской, Пензовской области. Разногласия между центрами автономии усилили угрозы Гуцул о том, что Гагаузия может стать независимой. Башкан перешла к радикальным заявлениям о возможном выходе автономии из состава Молдовы. Эти идеи старательно легализует российское телевидение. Если Республика Молдова пойдет на сближение с Румынией, то, конечно, мы будем предпринимать какие-то меры. Мы за собой уже оставим это право. Право на внешнее самоопределение. Народ встанет, взбунтуется. Прежде чем такое заявлять, надо спросить мнение народа. Как считаете, госпожа Башкан? Нет, я не думаю, что Гагаузия должна отделиться от Молдовы. Все равно, как бы, она всегда была едина. Как можно отделиться? Да нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы маленькая Гагаузия. Мы без помощи Кишинева не выкарабкались. Агрессивную риторику Гуцул отрабатывает в основном в Москве. На встречах с российскими чиновниками она рисует зловещий заговор против Гагаузов. Говорит, мол, Кишинев притесняет право региона и, цитата, сталкивает лбами Гагаузов и Молдаван. Притесняются наши права со стороны центральных властей, то это уже переходит все границы. Сегодня провокатор это Шор. Он провокатор. Шор толкает эту девочку на опасную игру. Уважаемые жители Гагаузской автономии, вам действительно подходит башкан, который не выполняет обещаний и раскачивает лодку, толкая автономию к агрессивной политике. Задумайтесь над этим, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова